Сегодня в выпуске новая отопительная дровяная печь длительного горения эконом-класса Нормаль Батарея. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре уникальная новинка, очень интересная печь от компании TMF. И не случайно вместе с печью в кадр попала еще и батарея, потому что эта печь носит название Нормаль Батарея. Линейка печей Нормаль вам хорошо знакома. Она уже почти лет 15 производится в компании и завоевала репутацию надежной, неприхотливой печи для отопления однообъемных помещений. То есть тепло будет в том помещении, в котором установлена печь. Ну а как быть с теми помещениями, которые требуется отопить дополнительно? Так вот, печь Нормаль Батарея как раз предназначена для тех случаев, когда необходимо обогреть еще несколько дополнительных помещений. Как же это сделать? Ну, судя по названию и собственно по батарее, которая находится у нас в кадре, это можно сделать с помощью радиаторов отопления. Подключаются они к теплообменнику, который находится внутри этой печи. Встроенным теплообменником в отопительных печах уже никого не удивить. У нас на канале как раз есть ролик, когда мы ездили в гости к Алексею, к нашему сотруднику, и у него на даче была установлена печь от этого же производителя. И в этой печи, которая носит название тоже «батарея», «огонь-батарея», был встроенный теплообменник. И с помощью этого теплообменника в выносном баке он нагревал воду. С помощью этой печи тоже можно нагревать воду, но функционал ее гораздо шире. Внутри топки этой печи находится полноценный водонаполненный зуботбойник, ну или теплообменник, который как раз и призван нагревать несколько батарей водяного отопления, которые будут включены в одну систему отопления. В руководстве по эксплуатации печи можно даже найти схему, по которой рекомендуют подключать печь к системе отопления. То есть даже не подключать к системе отопления, а в принципе построить полноценную систему отопления на базе печи «Нормаль-батарея». Ну, начнем с того, что печь «Нормаль-батарея» предназначена для подключения к водяному контуру отопления закрытого типа с рабочим давлением не более 0,2 мегапаскалей. Ну, 2 атмосферы. В систему отопления также должны быть включены циркуляционный насос и, естественно, наверное, самый главный элемент – это группа безопасности с квапаном на 2 атмосферы. Эта печь по габаритам не отличается практически от своих предшественниц, то есть от обычных «Нормаль-батарея» и «Нормаль-батарея». Глубина топки печи почти полметра, 485 миллиметров. Печка довольно объемная. Суммарная площадь поверхности нагрева больше одного метра. И мощность, которую выдает эта печь – 6 киловатт. То есть она рассчитана на максимальный объем отапливаемого помещения около 100 кубических метров. Довольно серьезная цифра. Очень интересный факт. С этой печью компания «ТМФ» вклинивается между обычными отопительными печами и полноценными водогрейными котлами с очень интересной новинкой. И эта печь будет особенно интересна тем, кто планировал использовать как конвекционное отопление в основной большой комнате, в которой будет установлена эта печь, так и обогреть с помощью радиаторов отопления еще и смежные помещения. А радиаторов отопления подобных может быть в этой системе до трех штук. Но и это еще не все. У «Нормали-батареи» есть еще полноценная варочная поверхность, на которой можно приготовить что-нибудь очень-очень вкусное. Но у этого отверстия, скрывающегося под двумя чугунными кружками, есть еще одно важное назначение. Через него очень удобно чистить верхнюю часть теплообменника, на котором при низких температурах горения дров неизбежно будет образовываться со временем сажа. Лично мне эта печь очень нравится. В принципе, вся линейка «Нормаль» выглядит очень технологично. И здесь она интересна тем, что вы не увидите на внешней стороне печи никаких сварных швов. Все элегантно спрятано за конвекционными панелями, и печь выглядит очень-очень эстетично. Если мы откроем круглую подштампованную дверцу, то увидим, что внутри проложен термостойкий шнур для герметичности самой дверцы. Дверца дополнительно усилена от прогорания, ну и на нижней части топки есть чугунный колосник, который при его прогорании можно будет легко заменить. Ящик зольника довольно объемный, и, естественно, можно регулировать интенсивность горения, ну и золу можно удалять, не останавливая работу печи. Прямо на ходу. Приобрести новинку от компании TMF «Печь нормаль батареи» можете на сайте fornax.ru, а присмотреться к ней поближе вы можете в любом из наших магазинов в городе Новосибирске. Заходите, будем рады вас видеть, расскажем все, что знаем, и с удовольствием познакомим вас с этой печью. До новых встреч, друзья! Счастливо!